Спасибо. Для объяснений, бизнес-модель, нарушающая законы экономики, на окупаемость бюджета ЛРТ уйдет больше 38 лет. В 10 казахстанских вузах до конца ноября пройдут проверки. Основанием стали профконтроль и устранение нарушений в ИМИ, говорится в сообщении, распространенном Министерством образования. На сегодня завершается проверка в трех вузах Алматы. Академия Кайнар, Гуманитарно-технический институт Акмешит и Академия гражданской авиации. Ну и как стало известно, последний вуз могут лишить лицензии. По результатам проверки выяснилось, что ранее выявленные нарушения Академия не устранила. Ну и как отметили в Министерстве, на сегодня для лишения лицензии на ведение образовательной деятельности материалы направлены в специализированный Межрайонный административный суд. Состоится ли правительственный час в Сенате с участием министра образования? Пожалуй, этот вопрос сегодня занимает не только журналистов, но и само ведомство, которое накануне попало под критику сенаторов. Как мы сообщали на пленарном заседании Палаты, депутат Един Мамыдбеков потребовал отставки вице-министра образования и науки Фатимы Жакыповой, которую заподозрили в плагиате диссертации. Свой запрос он адресовал премьер-министру страны. Спикер же Сената Дариган Азарбаева считает, что в целом по ситуации в сфере образования на правительственном части должен выступить сам глава ведомства Асхат Аймагамбетов. Можно было бы этот вопрос ускорить, его рассмотрение, пригласить министра образования и науки на правительственный час сюда. И пусть он непосредственно сам отвечает со своей командой на эти вопросы. И запрос направляйте, как задумано было, да? Ну и пригласите, что ждать целый месяц. Они же сейчас за месяц много чего могут перекроить. А Томикен Бизнес вчера вечером связался с вице-министром, чтобы прояснить ситуацию и узнать позицию самой Фатимы Жакыповой. Мы получили согласие на интервью, но, к сожалению, позже госпожа Жакыпова передумала. И сегодня утром советник министра образования Ирбулат Мухамеджан на своей странице в Facebook написал, что вице-министр все-таки будет освобождена от должности. Процитирую. По вопросу освобождения от должности вице-министра образования и науки Казахстана Жакыповой сообщаем, что в связи с переходом на другую работу, согласно законодательству, в настоящее время идет процедура согласования по освобождению от занимаемой должности данного лица. Ну а между тем, по рейтингу Нацбюро учреждения Министерства образования вошли в топ-10 самых коррумпированных ведомств Казахстана. Для снижения уровня коррупции в вузах страны ежегодно министерства совместно с партией Нур-Отан проводят акцию «Чистая сессия». Ну и, как известно, сегодня существует множество посредников, которые за определенную плату могут вам напечатать диплом любого вуза. Мы решили проверить это на деле. Накануне наши журналисты занялись поиском по принципу «Гугл-помощь». Ну и, что интересно, мы нашли только российские компании, которые общаются при этом только по переписке. Продавцы, как выяснилось, находятся в Москве, и они готовы напечатать диплом любого вуза, гарантируя, что он будет абсолютно идентичен настоящему, вплоть до водяных знаков, но с единственной оговоркой. При первой проверке сразу же выяснится, что ни в одном архиве диплом не зарегистрирован. Предлагаю посмотреть скрины переписки. Хотела бы купить диплом в Казахстане. Какие университеты вы предлагаете? Как можно с вами поговорить? Учебное заведение на ваше усмотрение. Числиться вы нигде не будете. Это нереально. Но у вас будет документ на оригинальном бланке, и сомнений или вопросов вызывать не будет. 20 тысяч рублей по стоимости. В Астану доставка курьером на ЖД-вокзал и оплата по факту при получении. По срокам 7-9 дней. А диплом Назарбаев университета возможно купить? Да. Я работаю в государственном учреждении. Они будут проверять, как с этим? Я вам написала. Числиться вы нигде не будете. Это нереально. Диплом Назарбаев университета. Быть профессионалом своего дела, ну, это нужно учиться. Я отношусь к этому отрицательно. И всех, кто дает эти готовые дипломы, тупо вот сажать и все. Они совершают преступление над своим будущим. А диплом? Тоже сам. Если бы была возможность купить, вы бы купили? Да, его легко сделать. Легко сделать. Если у тебя мозг есть, в принципе, сам можешь его добиться. Да, действительно, сессии приходилось закрывать. Почему? Потому что наши преподаватели сами ведут к этому. То есть были такие моменты в моей жизни, в моей практике. Группами собирались, собирали деньги и сдавали. Почему? Потому что мы уже знали, что преподавателю это выгодно и удобно. Если закажешь диплом, то никаких мыслей, то в голове ничего не остается. Вот если готовишься сам, своими силами, набираешься опыта, все вот это будет отразиться на твоей будущей профессии. Как относитесь к взяткам? Я это не приветствую, потому что, опять же, все можно своими силами, и ты не почувствуешь себя полноценным студентом, когда не будешь зубрить по ночам, переживать, пить валерьянку, а просто отдать кому-то деньги за какую-то оценку. Ну, не знаю, это плохо, наверное, потому что даже купив тот же самый диплом, ты не купишь знания и, ну, то есть, такое. Не стали бы покупать диплом? Нет, конечно, нет. Нет, я считаю, что нужно отучиться. Нет, я не собираюсь покупать диплом, потому что я верю в себя, и я надеюсь, что я смогу его написать. Это нам дается очень большое время на проописание дипломной работы, так что не вижу смысла его покупать. Средства таких не позволяют. А если бы были, вы купили бы? Вряд ли. Нет, я не готова покупать диплом, так как я готова сама его написать, и полностью готовлюсь к этому. Просто так покупать диплом, он просто в будущем не может стать специалистом своего дела. Именно этой позиции я и держусь. Да, готова. Зачем его писать, когда можно купить? Ну, я так думаю. Ну и сегодня у нас в студии директор высшей школы права университета КСГУ имени Нарикпаева Сергей Пен. Добрый день. Добрый день. Сейчас. Сергей Геннадьевич, вы также являетесь администратором проектного офиса Министерства образования и науки по противодействию коррупции. Совершенно верно. Но давайте начнем с того, что вообще на чем основывается коррупция в высших учебных заведениях. Ну, я думаю, первое, это при поступлении, да, пытаются подкупить преподавателей. Второе, ну, это отучиться 4-5 лет и сдать сессию на протяжении этих всех годов обучения. Ну и, наверное, третье, мне кажется, это существует какая-то коррупция в преподавательском составе, когда они подтверждают свои ученые степени. Или есть еще какие-то лазейки, о которых мы не знаем? Я думаю, спасибо за вопрос. Я думаю, что проблема на самом деле гораздо масштабнее, шире, сложнее и разнообразнее. То есть те проявления, которые вы назвали, это, может быть, процентов 10 из всего списка. Ну, это то, что известно общему кругу. И проблема на самом деле даже не в этом. Проблема в том, что в концептуальной деятельности, в цели деятельности вузов извлечение прибыли за счет оплаты студентов за образовательные услуги, за обучение превалирует над тем, чтобы служить обществу, выпуская качественных специалистов. Это означает, что в вузах практически отсутствует selection, то есть нет отбора. Поэтому мы обращаем внимание на такой критерий, как доводимость студента. Это означает, что зачислившись в вуз, ты гарантированно, в вуз, который, естественно, стремится просто получать прибыль, а не работать над качеством своих выпускников, ты гарантированно закончишь его, что бы ты ни делал, ходишь ты на занятия, не ходишь, учишься или не учишься, вуз тебя не отчислят, потому что это ему экономически невыгодно. И вот это уже порождает все остальное. То есть да, ты не ходишь, потом ты идешь к преподавателю, чтобы заработать там право сдать экзамен или как-то его сдать без знаний, естественно. То есть вот на самом деле глубинная причина этих процессов. Поэтому наш проектный офис и в целом министерство образования сейчас нацеливается на концептуальные вещи, чтобы влиять на целеполагание, на установки деятельности всего университета. То есть чтобы внедрять такие процедуры, при которых вот эти мотивации и так далее, они просто отомрут. До разговора с нами сейчас вы мне сказали, что в вашем вузе абсолютно отсутствует коррупция, что вы пришли к этому. Можете поделиться своим опытом? Могу, конечно, ну вряд ли эфирного времени хватит, но я могу в общих чертах тезисно. А. Это очень болезненный процесс. Б. Все зависит от воли и первого руководителя, и команды, которая в вузе руководит академическими процессами. В. Необходимо быть готовыми к давлению и потерям. Потерям, прежде всего, в контингенте, в привальском составе, в экономическом выражении тоже, потому что мы больше тысячи студентов за этот период отчислили. И это все, конечно... Вы отчисляете, несмотря на то, что вуз несет убытки? Да. Это, ну, там... Но здесь, прежде всего, наверное, вы думаете о репутационных рисках каких-то. Конечно, потому что мы избрали модель у нашего развития стратегической, это абсолютно честное, качественное образование. То есть не учишься, если ты невозможно получить ни экзамен, ни зачет, вообще никакие виды оценок, благодаря связям, деньгам или еще чему-то. Это для нас абсолютно непререкаемое правило, благодаря которому, собственно, это и есть, на самом деле, теперь уже наше конкурентное преимущество. Но конкурировать мы хотим в том числе с такими же честными вузами. Потому что тех, кого мы отчисляем, те, которые уходят от нас, они, к сожалению, всплывают и заканчивают другие вузы, у которых нет таких требований. Как часто к вам обращаются, чтобы вы подтвердили достоверность диплома? Подделывают ли дипломы вашего университета? Я не уверен. Ну, регулярно обращаются. Потому что при приеме на госслужбу, как в вашем сюжете было показано, это обязательно процедура. Поэтому я, честно говоря, не знаю рынок сбыта подобных услуг. Мне он кажется немного сомнительным. Вот спрос именно. Имеет ли тут значение уровень зарплаты преподавательского состава? Безусловно. 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 Мы все время на первое место ставим уровень заработной платы, который позволит достойно преподавателю поддерживать достойный уровень жизни в сравнении с средней по стране и так далее. Наш уровень заработной платы в разы превышает. Я не поверю, что в вашем вузе ни разу не было прецедента, когда студент не предлагал взятку преподавателю, чтобы, как говорится, развести сессию. Когда-то это было, но сейчас этого нет, поверьте мне. Даже в голову не придет. Вы можете любого студента прийти, инкогнито в коридоре остановить. Как у вас поставлена работа? На доверии стоят камеры слежения? Это эволюционный путь. На первом этапе это тотальный контроль, тотальное недоверие. К сожалению, в любом казахстанском вузе, если вы решите побороть эту проблему, вам придется начать именно с этого. Создать обстановку, при которой будет всегда существовать вероятность, возможность, риск выявления коррупционного интереса в любых отношениях. Даже начиная с учета посещаемости, то есть преподавателей, всех надо будет перепроверять. Если он ставит явку студенту в журнале, но в этот день студент в здание не входил, это серьезное основание и претензии к преподавателю. С ним нужно расстаться просто, и все, как утратившим доверие. А по какому принципу набираете преподавательский состав? У нас есть две категории критериев, это академические и профессиональные. Но мы отдаем, конечно, предпочтение людям, которые уже сейчас соответствуют международной градации, имеют, как правило, зарубежный ЛЛМ, ну то есть магистратуру, степень магистра или PHD. Это обязательно условие иметь ученую степень? Это обязательно условие, если вы хотите попасть в так называемую элиту профессорско-преподавательскую, начиная с ассистент-профессора, ассоциейт и до фулл-профессора, где заработная плата в разы превышает вообще предложения по рынку и соответствует уровню заработной платы профессуры европейской. Если же вы не претендуете на занятия наукой, академической деятельностью, то вы можете как преподаватель отдельного курса. Здесь у нас просто профессиональный бэкграунд очень важен. Где работал, как работал, есть ли навыки в этой сфере и так далее. То есть очень много корпоративных юристов у нас преподает. Поэтому мы как бы... Есть еще одна такая острая тема, это тема дипломных работ. студентов ваших. Как вы их проверяете на плагиат? Существует какая-то электронная база данных? Безусловно, да. Мы несколько лет назад заключили договор с компанией Тернитин, наш университет. Это самая, наверное, известная и самая успешная программа выявления плагиата в мире, которая присутствует в университетах Лиги Плюща, Расселл Групп, Великобритания и так далее. Поэтому выявление плагиата у нас доведено до автоматизма. Даже все текущие работы, которые преподаватель требует со студентов в плане рубежных контролей и так далее, они у нас проходят через систему Canvas, в которую интегрирован уже Тернитин и автоматически выдает совпадение. И какие результаты? Как часто встречается плагиат? Все реже. Первое время очень часто, конечно, выявлялось. Мы поняли, что... Мы сначала думали, что это можно решить карательными мерами, то есть аннулированием, отчислениями и так далее. Но мы поняли, что просто нужно на первом курсе даже студента учить использовать чужую информацию. Потому что они приходят после средних школ, и у них нет этого понимания. И мы первый год посвящаем тому, там отсутствуют строгие наказания, только предупреждения. Мы формируем культуру использования чужого текста, оформления ссылок, IPA, стайл или осколы и так далее, стандарты цитирования, почему это важно. И после этого уже, конечно, у нас разработано руководство по академической честности. И если это уже второе, третье, четвертое нарушения, там ужесточается ответственность. Сергей Геннадьевич, ну вот сегодня утром наши корреспонденты совершили сделку по покупке диссертации. Накануне они созвонились с молодым человеком, и когда мы попросили от него гарантии качества его работы, молодой человек сообщил им, что он пишет научные труды многим преподавателям высших учебных заведений. За написание дипломной работы он запросил 100 тысяч деньги сразу и 50 тысяч по готовности. Время написания две недели. Ну и, как говорят мне режиссеры, материал сейчас уже смонтирован, и мы сможем посмотреть, как это все происходило. Ало, селемьиет, спе, кеширыңыз. Ало, селемьиет, спе, кеширыңыз. Диплом жұмысын жазасты мекен сіздер? Диплом жұмысын жазасты, ба? Да, да. Филология бойынша жазастырма? Филология саласы бойынша, телемамандығы бойынша. Ба, да. Ақа, менде тем, тақырып бербетпір. Улықпеге эстаулет ақын бар, ғой? Сол күсінің шығармашылығы жөнде. Ондайлар жазастырма сіздер. Мен ғалам тұрдан дезеп, деп, дұрыс ақпарат таппағасын сіздерге хабар асып тұрым. Жалпы, қанша құның айда жасап бері аластыр, жазап немесе? Бұл, кеймасын жазы жөртен күші мағалым астаптар. Ертен кезесек болмайма, мен айтып, сөзін тезірек керекет, мен алдын алы ақшасын бергім келіп тұр. Тұрштабы, айтып түсіндіріп, апайларымызге айтып бербет неші түріп? Сіз нешілерде босайласыз таңмен оңбірлерде, оңбірлерде, оңбірдерді? Олабе. Қанша тұрналындағы парктарға соған қарай? Ага. Здрасте, бұйын асқарды. Кешіңіз. Кешіңіз. Сіз не қолдайыр. Аналғағы? Кешіңіз. Аж қағағағағағағағағағағағағағағағағаға дүлесі? Типу бүйен жағы. Сіз неушіңіз. Сіз неушіңіз? Олабағағағағаған. Сіз неушіңізміз? Түткіз. Жыңізді. Добавил субтитры DimaTorzok Что, это нужно? Кто-то знает, что вы мне пишете? Филология? Да, филология. Я пишу, что я пишу. Вы пишете антиплагиат? Я пишу антиплагиат. Я пишу антиплагиат. Вы пишете антиплагиат? В 87-е? Просто я пишу, что я пишу много плагиат. Они покупают их. Мы участвовали на филологии на 80-е. Но мы оставим много денег. Мы ещё получили бесплатно. Мы не получили бесплатно. Вы пишете антиплагиат на 100%? Вы учили на 100%? Мы учили на 200 лет. Говорите? Да? Упитампаката? Упитампаката. Ну вот, только что то, что видели. Можете как-то прокомментировать и сказать, в Министерстве образования вообще, как рассматриваются подобные случаи? Ну, конечно, во-первых, три месяца назад мы выступили с предложением ввести ответственность за это. Дело в том, что такие услуги сейчас, они не запрещены. В принципе, если вот так вот воспользоваться, это все вполне законно. Да, кроме академической или, может быть, дисциплинарной ответственности, если это выявится, где-то ваш работодатель или в УЗИ. В принципе, за тебя сейчас, сегодня, может написать твою работу любой другой посторонний человек. Ты можешь ее представить как свою. Именно поэтому, да, этот академический обман мы хотим сделать вообще вне закона. То есть, соответственно, чтобы наступало административное, уголовное. В зарубежных странах этот вид академического обмана называется ССМИЛС, то есть фабрики по производству СС. И эта проблема обсуждается очень давно в США, например, в Великобритании. Парламент в этом году, Великобритания обсуждал эту инициативу, чтобы сделать это на законодательном уровне, уголовным законом запретить подобные услуги и само их оказание сделать преступным. Подобная, например, практика существует в Австралии. Там на законодательном уровне, она признана вне закона, и ССМИЛС – это услуги, которые считаются, ну, то же самое, чтобы наркотики там рекламировали. Поэтому мы за то, чтобы и в Казахстане создать поле нетерпимости этих услуг. Естественно, Министерство образования поддерживает эту инициативу. Ну, мы соответствующий там законопроект предложим. Поэтому я, безусловно, разделяю ваши опасения. Это отвратительно, и этой рекламы не должно быть в принципе. Она должна быть вне закона. Такие услуги. Ну, и хотелось бы узнать напоследок вашу позицию относительно инцидента с Фатимой Жакыповой. Буквально накануне, да, вот где-то недели две назад говорили, что инцидент исчерпан, что все ее научные труды не противоречат законодательству. И вдруг буквально вот сегодня утром мы узнаем, что ее сместили с поста замминистра. Но вот какой-то логики явно нет. Вот ваша позиция по данному вопросу. Мне нечего на самом деле здесь комментировать, поскольку это решение, вот руководство Министерства образования и науки, это раз. Я не знаю ни о мотивах, ни о основаниях и так далее. Тот общественный резонанс, который этот случай сопровождает, он тоже, на мой взгляд, не слишком оправдан, честно говоря. Потому что, ну вот как профессионал, как руководитель, у нас к члену Дырова никаких претензий нет, потому что она очень сильно управляется. Ну вот есть общественный резонанс, есть реакция. В данном случае, наверное, нужно защищать свою репутацию и права. Есть судебные процессы, насколько я знаю, которые она и ее коллеги инициировали для защиты своей чести и достоинства. Но поскольку идут судебные разбирательства, думаю, надо дожидаться окончания этих процессов, чтобы комментировать. Ну что ж, спасибо за беседу, спасибо, что пришли. Ну а я подведу итог. Коррумпированная система образования порождает коррумпированных врачей, учителей, строителей. Ну а в итоге мы имеем высокую младенческую смертность, ватырау, дома, которые падают на стадии строительства. Ну и все вкупе дают коррумпированную экономику, за счет которой мы до сих пор в ряду развивающихся стран. Ну и смотрите далее в программе. Судьба Фемиды в руках Айти. Исход судебного дела в Казахстане будет предсказывать искусственный интеллект. Режим тишины нарушат. Чиновникам вновь разрешат пользоваться смартфонами. Платные автодороги. Депутаты обвинили КАЗ «Автожол» в непрозрачности системы оплаты. Он дал Казахстану ряд рекомендаций по соблюдению прав человека. В частности, предложено ратифицировать Международную конвенцию о защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей. Ну а также протокол, направленный на отмену смертной казни. Об этом было заявлено в Женеве, где казахстанская делегация во главе с министром юстиции Маратом Бекетаевым представила национальный доклад по соблюдению прав и свобод человека в Казахстане. По его итогам в ООН выразили обеспокоенность в связи с тем, что законодательство республики не содержит прямого запрета на дискриминацию на основе сексуальной ориентации и гендерной принадлежности. Кроме того, в организации отметили недостаточность мер по обеспечению независимости судебной системы. Ну а специальный докладчик по вопросу о свободе мирных собраний выразил озабоченность широким толкованием некоторых статей Уголовного кодекса, которая позволяет использовать их против активистов гражданского общества. Сегодня состоялся очередной общественный прием казахстанцев на площадке Нур-Отана. На этот раз обращение наших соотечественников выслушивал министр информации и общественного развития Даурен Абаев. На площадке работает наша коллега Мируэрт Жекиянова. Мируэрт, что волнует казахстанцев? Мируэрт, вы в эфире. Добрый день, Мадина. Сегодня на площадке общественной приемной Нур-Отан наши соотечественники, по большей части алматинцы, предлагали министру Даурену Абаеву запуск новых телевизионных проектов, а также сотрудничество в рамках программы «Рухани Жангуру». Также некоторых соотечественников волновал вопрос развития отраслевых СМИ и языковой вопрос в рамках телетрансляции государственных каналов. Ну а самым запоминающимся стало обращение алматинца, который вот уже 20 лет не может добиться от Министерства образования и науки, а также Министерства культуры и спорта, правильного изображения государственной символики Казахстана. По его словам, на всех официальных документах и даже на спортивной форме спортсменов, которые представляют нашу страну за рубежом, герб Казахстана изображен неправильно, не в соответствии с авторским дизайном. Мы узнали у министра Абаева его мнение на этот счет. Мы должны полностью соответствовать государственным символам. Но тут вопрос частного характера, вопрос размещения именно того варианта герба, который он как бы предлагает на папках, это надо, чтобы смотрели уже специалисты. А, конечно, я все абсолютно уверен за то, чтобы наш цвет флага соответствовал тем стандартам, которые мы прописаны. Еще одно обращение – это включение нишевого телеканала «Домбра» в состав бесплатного пакета спутниковой связи от АЛТВ. Министр Абаев пообещал рассмотреть этот вопрос. Мируэрт, ну а какие вопросы Даулину Абаеву адресовали журналисты? Да, Мадина, журналисты не смогли отпустить министра без пресс-подхода, и поэтому попросили прокомментировать его новость о том, что уже в этом месяце, возможно, всем госслужащим страны вернут смартфоны. Предлагаю послушать его комментарий. Я поддерживаю решение о возврате для государственных служащих смартфонов. Я не скажу, что все эти годы страдал из-за отсутствия смартфона. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что со смартфоном проще, удобнее. В том числе какие-то государственные услуги оплачивать. Мадина, у меня на этом все. Еще больше информации о вечерних выпусках. Мадина, возвращаю вам слово. Спасибо, Мируэрт. Ну а по данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина подвергается бытовому насилию. Ежегодно около 400 женщин умирают или сводят счеты с жизнью из-за притеснений со стороны супругов. В Казахстане подобная статистика не ведется, поскольку большая часть жертв бытового насилия не обращаются за помощью к специалистам. В этом году в республике был запущен специальный проект, призванный помочь сохранению семей. Спустя три с половиной месяца работы его авторы поделились своими достижениями с моим коллегой Тимуром Ермашевым. Он сейчас на прямой связи со студией. Тимур, тебе слово. Да, добрый день, Мадина. 150 семейных пар распадалось ежедневно. В прошлом году это официальная статистика. И, как говорят специалисты, основная причина разводов это все-таки финансовое положение, финансовое состояние. Но немаловажную роль также в этом играют и вмешательства в семейную жизнь родственников. Причем здесь можно провести некую градацию по регионам. От юга к северу у нас идет ослабление семейных ценностей. То есть, если на юге мужчины, в основном это мужчины, они согласны жить с родителями, то чем севернее, тем вот это желание ослабевает. И специально для помощи таким семьям в Казахстане был в этом году запущен проект ОНИГЕ. Сейчас рядом со мной находится руководитель этого проекта Азамат Жаманчинов. Азамат, добрый день. Давайте поговорим коротко о том, для чего вообще был создан ваш проект, какую цель он изначально ставил перед собой. Проект направлен на укрепление семьи и за счет укрепления семьи на сокращение количества разводов. Каким образом вы проводили работы с семейными парами? Как вообще они узнавали о ваших... Это какие-то центры, да, я так понимаю? Да, в девяти регионах были открыты семейные ресурсные службы, где работают готовые, подготовленные профессионалы-специалисты, которые оказывают семьям помощь в конфликте, семьям помощь в трудножизненной ситуации. В том числе, один из основных направлений работы, это работа с молодыми людьми. С молодыми людьми по подготовке к вступлению в брак, проведение для них занятий, тренингов, тестирования, по тому, чтобы было осознанное вступление в брак. Для родителей это уже осознанное родительство и осознанное супружество. Это три основные наши направления. Как вообще семейные пары приходят к вам? То есть не секрет, что у нас очень такое специфическое отношение к семейным психологам. То есть наши люди считают, что если человек обращается к психологу, то у него есть проблемы именно с психикой, да? То есть были ли какие-то проблемы вот с этим? Вы знаете, в первую очередь надо отметить позитивные изменения, что сейчас семьи обращаются, и это позитивно, и обращаются самостоятельно, звонят. Потому что они звонят и говорят, слушайте, мы или сейчас разводимся, или вы нам поможете. Такая категоричность даже есть. Это первое. Второе, все-таки мы проводим разные конкурсы семейные, мы проводим в социальных сетях конкурсы, мы работаем через социальные сети, запустили онлайн школу для родителей, для семьи. То есть это такой посыл о том, чтобы давайте учиться, давайте готовиться, давайте учиться быть родителями, учиться быть семьей. И через это люди уже лояльны к тому, чтобы обратиться напрямую к специалистам. Ну и немножко о результатах вашей работы. Чего вам удалось достичь, сколько пар вам удалось сохранить? Да, результаты у нас интересны на самом деле по регионам. В общем, за три с половиной месяца нам удалось сохранить от бытового насилия 107 женщин, нам удалось помочь в решении конфликтов супружеских 205, нам удалось сохранить, приотвратить разводы 38 разводов. Немалая интересная статистика. После разводов удалось воссоединиться с семьям 29 семьям. В том числе мы смогли приотвратить, помочь, приотвратить суициды в количестве 27 случаев. Спасибо большое вам, Азамат. Это был Азамат Жаманчинов, руководитель проекта «Униге». Ну и здесь стоит добавить, что проект «Униге» был рассчитан на полгода. И получается, в конце ноября подходит к концу его работа. Но, тем не менее, специалисты надеются, что, возможно, в следующем году он продолжит свою работу, он будет возобновлен и получит очередной грант. Это вся информация, которую я могу поделиться к этой минуте. Коллеги, вам слова. Спасибо, Тимур. Но он Казахстан опережает по уровню ВВП соседней страны, в том числе Россию. Об этом сегодня на форуме «Открытая экономика» сообщил доктор экономических наук Сергей Гуриев. По его словам, причиной такого успеха является развитие Казахстаном человеческого капитала, построение системы образования, внедрение цифровых технологий. К слову, сейчас на площадке форума работает моя коллега Амина Абдрахманова. Добрый день, Амина. Расскажите, что говорят эксперты об экономическом развитии нашей страны. Добрый день, Мадина. Да, дискуссии действительно жаркие. Сегодня экономисты, политики, а также представители государственных органов говорят о развитии институтов, о влиянии рисков на мировую экономику и о влиянии политики на экономику мировых стран. А сейчас рядом со мной находится известный экономист, доктор экономических наук Сергей Гуриев. Добрый день, Сергей Маратович. Расскажите, пожалуйста, смогут ли страны с переходной экономикой догнать по уровню развития передовые государства с рыночной экономикой и в каком направлении нужно двигаться Казахстану? Мне кажется, у нас есть все основания дать положительный ответ на ваш вопрос. Есть примеры таких стран. Чешская республика, Польша. Это страны, которые буквально за 25-30 лет построили рыночную экономику, демократические и политические институты и добились высокого уровня дохода. Сегодня такие страны, как Чехия, Польша, Словакия, Словения, это страны, которые ничем не отличаются от своих западных соседей. Страны Балтии, это страны, в которых качество государственных институтов выше, чем в некоторых странах Южной Европы. И в этом смысле, конечно, любая посткоммунистическая страна, если она хочет, может построить и современные политические институты, и победить коррупцию, и создать бизнес-климат, который позволит догнать по уровню доходов от западных соседей. А какие вызовы сейчас стоят перед Казахстаном? У Казахстана, Казахстан стоит проблемой, типичной для стран со средним уровнем дохода. Казахстан прошел серьезный путь, добился роста доходов до уровня, который сегодня превышает, например, российский. Но следующая стадия экономического роста, это рост, который основан на инновациях, на знаниях, и поэтому сейчас, конечно, перед Казахстаном стоят вызовы, связанные с инвестициями в человеческий капитал, с освоением новых рынков, с выходом на глобальные рынки продукции, основанных на знаниях, опять-таки с инвестициями в инфраструктуру, с тем, чтобы быть бенефициаром проектов, связанных с инициативой пояса и пути Китая. Есть целый ряд вызовов, которые Казахстан хорошо понимает и должен решать. Один из вызовов связан с построением конкурентоспособной финансовой системы, потому что, опять-таки, когда вы говорите о развитии в странах со средним уровнем дохода, необходимы диверсифицированные и глубокие финансовые рынки для финансирования инноваций. Поэтому замечательно, что Казахстан предпринимает серьезные усилия и в этой области. Спасибо большое за интересную беседу, Сергей Маратович. Мадина, у меня пока на этом все. Более подробную информацию я изложу в вечернем выпуске новостей. Спасибо, Амина. Но на окупаемость бюджета проблемного ЛРТ может уйти более 38 лет, считает финансист Расул Раскопетов. Его расчеты приводит портал «Инбизнес», опубликовавший сегодня аналитику по строительству легкорельсового транспорта столицы. Так, на официальный запрос «Инбизнес» в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана сообщили, что заем перед Банком развития Китая в размере 343 миллионов долларов полностью погашен. Но при этом отказываться от подвижного состава китайского производства в управлении не намерены. Там считают, что расторжение договора с учетом уже вложенных средств нецелесообразно. Напомним, в мае этого года было принято решение о рефинансировании проекта путем выпуска облигаций на полтора миллиарда долларов под госгарантию. Финансист Расул Расмопетов пояснил, что контракт предусматривает проектирование, закупку и строительство. При этом наибольшую стоимость представляет подвижной состав, который поставит китайская сторона. По сути, китайский банк давал деньги китайским компаниям под гарантией казахстанской стороны, резюмирует эксперт. При стоимости проезда, например, в 200 тенге, только первоначальный бюджет окупится при совершении пассажирами 3 миллиардов 200 миллионов поездок. При цене билета в 500 тенге окупаемость будет достигнута при 1 миллиарде 200 миллионов поездок. Если оптимистично взять пассажиропоток Нур-Султанов, 100 тысяч поездок в день, только на ЛРТ, что крайне маловероятно, то потребуется приблизительно 14 тысяч дней, более 38 лет. Сумма проекта ЛРТ сопоставима с затратами на развитие обрабатывающей промышленности за 5 лет, считает экономист Азамат Ездаулетов. Полную версию аналогического материала вы можете прочитать на портале InBusiness.kz. Ну а между тем, около 11 тысяч километров автодорог планируют сделать платными в Казахстане к 2024 году. На эти участки объявлен инвестиционный конкурс на внедрение и обслуживание системы взимания платы. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Проект платности планируется ввести в два этапа. По данным ведомства, на сегодня по действующим четырем платным участкам Нурсултан-Щучинск, Нурсултан-Тимиртау, Алматы-Харгос и Алматы-Кавшигай сбор платы за проезд составил свыше 4 миллиардов тенге. Ну а тем временем депутат Ахын Кунуров накануне на пленарном заседании Мажелиса сообщил, что у водителей имеются претензии к работе национального оператора дорог КазАвтожол. По его словам, во время информационной кампании по расширению протяженности платных дорог госорганы привлекали автомобилистов с сравнительно низкой стоимостью проезда, которая будет по карману каждому. Но затем ситуация изменилась. Общественность приняла идею проезда по хорошей дороге и оплату средств для ее содержания по ставке 1 тенге за 1 километр. Это широко освещалось в СМИ, но на сегодня не исполняется. Ставки платы до последнего момента держались в тайне, а когда были объявлены, то вызвали негативную реакцию у граждан. Основные претензии к нововведению выражаются в следующем. В первую очередь, это значительно необоснованное превышение обещанного тарифа для легкого автотранспорта. Во-вторых, возмущает неприемлемая модель оплаты, при которой за наличный расчет стоимость проезда в два раза дороже, чем с использованием электронных сервисов. Установить единый размер выплат ветеранам к 75-летию победы. Такое поручение Минтруда дал вице-премьер Бердьбек Сапарбаев. По его словам, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, казахстанцев, внесших вклад в победу над фашизмом – задача общегосударственного масштаба. Поэтому нужно направить усилия на обеспечение их всесторонней поддержкой. Ни один ветеран не должен остаться без внимания и заботы, отметил Сапарбаев. Также сообщается, что в юбилейный год победы запланировано 67 мероприятий. В Казахстане станет возможным спрогнозировать исход судебного дела даже до подачи исков. Это можно будет сделать с помощью системы на основе искусственного интеллекта. Ее сейчас разрабатывает Национальная палата предпринимателей «Атамикен» совместно с Верховным судом. Об этом сообщила управляющий директор НПП Лаура Мирсалимова. По ее словам, система будет работать на основе принципов смарт-аналитики. Ожидается, что в будущем она поможет разгрузить суды на 70%. На специальном портале достаточно будет заявить ключевые слова для поиска, либо описательную часть иска. В базе уже загружено 1 миллион досудебных актов, 120 тысяч исковых заявлений. Система станет доступной для судей в первой половине следующего года для юристов истцов всех желающих до конца года, отметила Мирсалимова. Между тем, освободить почти 30 судей от должностей рекомендовал Высший судебный совет Казахстана. На заседании были рассмотрены обращения семерых судей, которые ранее привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако после обсуждения наказание за нарушение судейской этики осталось в силе. Таким образом, один из судей получил замечание. И еще шестеро рекомендованы к освобождению от должности. Помимо этого, в судебном совете грядут большие перестановки кадров. И еще 23 суди покидают пост в связи с отставкой, выход на пенсию и переходом на другую работу. Благосостояние миллиардеров по всему миру в 2018 сократилось впервые за последние три года. Сколько же они потеряли и какие регионы пострадали больше всего? Об этом обзоре аналитика Bloomberg. По итогам прошлого года капитал богатейших людей планеты сократился на 388 миллиарда долларов. Впервые с 2016-го. Больше всего пострадали магнаты из стран Азии. В частности, причиной тому послужило замедление ВВП Китая. Об этом говорится в отчете банка UBS и компании PricewaterhouseCoopers. Между тем, в США складывается позитивная картина. Все благодаря тому, что в стране выросло количество миллиардеров – 70 до 89 человек. Более сильный доллар на фоне неопределенности на фондовых рынках положительно повлияли на доходах состоятельных людей, резюмируют аналитики. Но пока во всем мире идут к цели по увеличению количества обеспеченных граждан, США, похоже, уже достигает своего пика. В чрезмерное богатство там становится более спорным вопросом. Эту тему даже поднимают некоторые кандидаты в президенты страны в ходе своих кампаний. К примеру, Элизабет Уоррен, демократ из штата Массачусетс, предложила 6-процентный налог на имущество тем лицам, чьи активы составляют свыше 1 миллиарда долларов. А вот сенатор из Вермонта Берни Сандерс посчитал, что миллиардеров в Штатах быть не должно. О других новостях в мире моя коллега Эльвира Нейманбаева. Берни Сандерс посчитал, что миллиардеров в Штатах быть не должно. Мы хотим лишь увидеть и похоронить родственников, которые погибли в ходе нападения. Это все, что мы просим. Здесь собрались около сотни человек со всей страны, которые ждут ответа. НАТО находится в стадии смерти мозга, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что причина тому все меньшая поддержка организации со стороны основного гаранта, а именно США. Он указал на решение главы Белого дома вывести американские войска из Сирии, не проконсультировавшись с союзниками. Французский лидер, среди прочего, усомнился в том, что Североатлантический альянс сегодня обеспечивает коллективную безопасность для его участников. А между тем, канцлер Германии Ангела Меркель и глава НАТО сообщили, что они со столь категоричным утверждением Макрона не согласны. Слова президента Франции радикальны, и я не разделяю его точку зрения касательно кооперации в НАТО. Сейчас у нас есть другие проблемы, которые мы должны решить. Тем временем ООН в очередной раз приняла резолюцию с призывом к США снять экономическое эмбарго с Кубы, которое длится более полувека. За снятие блокады проголосовали 187 государств против лишь три. Это сами Штаты, Бразилия и Израиль. Воздержались от голосования Украина и Колумбия. Ужесточаем торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду острова Вашингтон препятствуют осуществлению неотъемлемых прав кубинцев на достойную жизнь. Так прокомментировал новость замминистра иностранных дел России Александр Панкин. По некоторым данным, общий ущерб за 57 лет эмбарго превысил 922 миллиарда долларов. Напомню, отношения между США и Островом Свободу ухудшились с приходом на пост президента Дональда Трампа. В этом году он ввел ограничения на поездки американских граждан на Кубу. Блокада нанесла гуманитарный ущерб. Это вопиющее и систематическое нарушение прав человека. Нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от последствий эмбарго. Пока во всем мире пытаются внедрить 5G, Китай идет на опережение. Там уже начинают исследования в области технологий шестого поколения. Такое заявление сделали сразу в нескольких министерствах Поднебесной. Когда именно планируют подключить 6G, не уточняют. Пока известно, что над развитием телекоммуникационных линий работают десятки экспертов из ряда отраслей. И последнее. Дочь и советник президента США Иванка Трамп встретилась с марокканскими предпринимательницами в Рабате. Ее визит продлился три дня в рамках оказания поддержки бизнесвумен. Речь, например, об обеспечении доступа девушек к образованию. Ранее Трамп посетила страны Латинской Америки. А в целом же к 2025 году инициатива советника должна расширить экономические возможности 50 миллионов женщин в развивающихся странах. Объем финансирования глобального проекта 50 миллионов долларов. Сотрудничество с КНР для официальных лиц выгодно по многим причинам. Это и способ диверсификации экономики и получения дешевых, поэтому они предпочитают не обращать внимания на наличие возможных рисков. Китайские компании уже добывают 24% казахстанской нефти и намерены расширять охват своих активов в других отраслях. Поднебесная планирует инвестировать 27 миллиардов долларов в 55 проектов в сфере ГМК, энергетики, машиностроения, химической и пищевой промышленности. Журналисты портала InBusiness заглянули вглубь казахстанско-китайских отношений и нашли ряд обоснованных потенциальных угроз. Это рост количества китайских рабочих, диспропорциональное распределение благ от привлекаемых инвестиций, рост объема государственного долга перед Китаем, и недостаточность переговорной силы при дальнейшем углублении сотрудничества с Китаем и невысокий процент общих инвестиций в основной капитал, что не дает существенного сдвига в сторону диверсификации экономики. А первопричина потенциальных рисков от сотрудничества в большей степени в нас, чем в могуществе и усилиях Китая по продвижению своих интересов. Отсутствие прозрачности и коррупции создают предпосылки для реализации переоцененных и экономически нецелесообразных проектов. Сотрудничество с Китаем должно быть, но нежелательно, без долговой нагрузки и продажи стратегических активов и сельхоземель. При этом взаимная торговля и транзит грузов могут быть оптимальны моделью сосуществования. Эксперты готовы предложить правительству новую модель пенсионной системы. Экспертное сообщество предлагает полностью изменить пенсионную систему Казахстана, сделав ее более клиентоориентированной. За основу предлагается взять модель пенсионной системы Сингапура. Сингапурская модель является лучшей с точки зрения применимости в нашей стране. Бюджет Казахстана КВВП составляет примерно 16%, это уровень Сингапура, утверждают эксперты. При внедрении такой модели Казахстану удастся снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. Сегодня размер этой нагрузки составляет 37%, предлагаемое решение позволит снизить эту нагрузку до 32%. Размер пенсионного взноса будет больше. По сингапурской модели ИПН составляет 2%, но при этом пенсионная ставка 30%. Фактически человек получит за счет одного крупного платежа полный охват всеми социальными пакетами. Если в жилье человек не нуждается, он может перенаправить эти средства на другие нужды, например, на собственную медицинскую страховку. Сингапурская модель представляет идеальную комбинацию солидарной и накопительной систем, ориентированную на нужды человека. О возможности внедрения этой системы эксперты обсудят 20 ноября на втором форуме стратегических инициатив от решений к действиям. Мадина, это все, что я хотел рассказать сегодня. Слово тебе. Спасибо, Табиха. Ну а далее новости из сферы IT. О них нам расскажет Ирнар Тайжан. Всем привет. Ну что ж, друзья. В течение следующих нескольких минут вас ждут самые свежие новости из мира IT-технологии. Я обозреватель информационного пространства Ирнар Тайжан. Мы начинаем. Евразийский день инноваций Huawei прошел в Баку. Мероприятие собрало сотни гостей из разных стран. А это ведущие аналитики, эксперты и ученые. О чем же они говорили? О путях наращивания темпов развития цифровой экономики в Евразийском регионе. Кроме этого, специалисты компании Huawei продемонстрировали применение инновационных технологий, например, 5G, облачных вычислений интернет-вещей в таких сферах, как государственные услуги, энергетика, образование и транспорт. Кстати, на сегодня компания Huawei занимает 61 место среди 500 крупнейших компаний мира. Таких результатов компания добилась благодаря инвестированию в исследования и разработки. Ежегодно компания вкладывает в эту область примерно 15% своего дохода. К примеру, за прошлый год инвестиции Huawei в исследования составили почти 15 миллиардов долларов. За 10 лет эта сумма достигла более 73 миллиардов долларов. Кроме этого, Huawei продолжает лидировать в технологическом развитии отрасли 5G. На сегодня компания является единственным поставщиком комплексных решений в этой отрасли. Ей удалось заключить больше 60 коммерческих контрактов и отгрузить 400 тысяч базовых станций. Бесспорно, Huawei уже далеко впереди по конкурентоспособности решений и объему поставок. Стартап Ocean Cleanup, который занимался установкой барьера для сбора мусора в большом тихоокеанском мусорном пятне, представил Interceptor – устройство, предназначенное для очистки рек от пластиковых откодов. Об этом пишет New Atlas со ссылкой на сообщение компании. Interceptor представляет собой катамаран, к которому прикреплен длинный плавающий барьер. Он используется для того, чтобы собирать мусор в специальный контейнер. В него мусор поступает по конвейеру. В контейнере установлены датчики, которые определяют его заполняемость и дают сигнал местным операторам о необходимости вывести его. Система полностью работает на солнечной энергии и в день может собирать до 50 тысяч килограммов мусора. Разработчики компании Tesla готовят обновление прошивки для Model S, которое должно добавить электрокару 50 лошадиных сил. Это позволит Model S обойти рекорд по скорости, установленный Porsche Taycan Turbo S. Когда компании решили сравнить скорость своих авто на реальной трассе, Taycan показал себя лучше, при том, что стартовал несколько позже. А по техническим характеристикам должна была выиграть Model S. Некоторые посчитали, что причина кроется в особенностях выбранной трассы. Однако Илон Масс заявил, что Model S способна обогнать Taycan, но для этого необходимо обновить программное обеспечение бортового компьютера. Новая версия прошивки должна повысить мощность на 50 лошадиных сил. В обновлении программисты усовершенствуют систему, которая управляет электроприводом. Кроме Model S, апдейт затронет также Model X и Model 3 версию. Ну а на этом у меня все.